О расширении взаимодействия между Азербайджаном и Великобританией мы поговорим с Фугаром Ахундовым, представителем азербайджанской диаспоры в Лондоне. Господин Ахундов, здравствуйте. Здравствуйте. Между Великобританией и Азербайджаном на протяжении многих лет существует политический диалог на высоком уровне, уважение взаимных интересов и тесное сотрудничество в ряде областей. Как бы вы описали двусторонние отношения между двумя странами и какие перспективы сотрудничества важно отметить, по вашему мнению? Двусторонние отношения между Великобританией и Азербайджаном в последние 10-20 лет были на самом высоком уровне. Как мы знаем, и политически, и экономически Великобритания всегда находилась рядом с Азербайджаном, и страны имеют много экономических отношений. Я бы хотел отметить, что улучшение торговых отношений наверняка это самое такое перспективное направление, которым может дальше развиваться отношения. До сих пор энергетический сектор был главным направлением в экономических отношениях, но сейчас уже больше Азербайджан и Великобритания двигаются в направлении также других индустрий. Как вы знаете, Великобритания уже не является частью Европейского Союза, и Великобритания сейчас подписывает новые торговые соглашения с разными странами мира на более приемлемых условиях. И я думаю, что в этом направлении с Азербайджаном тоже могло бы быть очень взаимовыгодные торговые условия. Азербайджан всегда был энергетическим партнером Великобритании. Как вы знаете, British Petroleum является главным оператором нефтяных и газовых месторождений в Азербайджане. И на основе этого, как вы знаете, были встречи господина президента с Европейским Союзом на то, чтобы увеличить поставки газа в Европу в два раза. И, как вы знаете, в основном эта работа ведется компаниями из Великобритании вместе с нашими нефтяно-государственными компаниями по добыче газа и по его доставке в Европу. Также сейчас много работы ведется по альтернативным источникам энергетики. И, насколько я знаю, сейчас развивается работа с BP по солнечной энергетике. И также сейчас проекты рассматриваются по ветряной энергетике. Так как страны, которые были в нефтегазовой индустрии, имеют очень благоприятные условия для развития офшорной ветряной альтернативной энергетики. Я думаю, что в этом направлении ведутся большие работы. Но также я думаю, что Азербайджан в этом направлении поможет средним и малым предприятиям в Азербайджане участвовать в сервисе развития ветряных энергетики. И я думаю, что азербайджанские компании должны более активно участвовать в этих проектах, чем это было в нефтегазе. И я думаю, что тут большая перспектива для дальнейшего взаимосотвенничества. Также мне хотелось бы коснуться вопроса разминирования на освобожденных территориях Азербайджана. Какую роль играет Великобритания в данном процессе? В Великобритании выступают благотворительные организации, которые помогают по всему миру по разминированию минных полей. И также они очень близко работают в этом направлении с Азербайджаном, предоставляя оборудование. И также помогая в использовании новых технологий по разминированию. И эта работа, я думаю, что продолжается и будет продолжаться, пока мы сможем полностью разминировать наши территории, которые были возвращены. Большое спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Продолжение следует...